22 киноанализ, фильм 1999 года «Барак». Историческая мелодрама о сталинизме, совместная российско-германская. Черно-белая, то есть под фильмы 40-х, местами красно-белая, то есть местами они что-то такое окрашивают, ну 40-е тоже так делалось, окрашивают, но все равно примерно один тон получается красный. Ну, начинается с мелодии танго, задает атмосферу начала 50-х, таежная дорога, горы, шахта, завод, мужики играют домино, натурализм, все такие затрапезные. Приехал председатель исполкома, привез женщину, она новый технолог завода, ленинградка, блокадница, вот, собственно, героиня. Это экспозиция, на этом фоне идут титры, встречает она Ермольника, я не помню, кого в фильме зовут, играет Ермольник, я его буду Ермольником и называть, Ермольник играет сам себя, еврея. Значит, Ермольник без ноги инвалид, еврей, несет какую-то хуйню и клеится к этой самой новой девушке. Там у них, значит, барак, общага практически такая низкоуровневая, да, там же живет и пленный немец, и он просит у этой новой женщины у ленинградки, у Ольги, Ольга ее зовут, значит, у Ольги просит, чтобы его жене разрешили сделать аборт. Вот, у немца, короче, у пленного здесь жена, и она беременная, и поэтому он не хочет, чтобы она рождала немца. Ольга технолог и не разбирается. Ну, все, значит, Ольга устраивается в комнате в общаге, старший лейтенант Володин в погонах тоже живет в этой общаге, начинает тоже клеиться к этой Ольге и дарит ей подушку. Потом она знакомится с местной бабой Клавдией, довольно психованной, и Ольга ей сразу говорит, что мужиков у нее отбивать не будет. Клавдия все время психует, что у нее отбивают мужиков. Ну, в целом, значит, вот она приехала, да, затравка сюжета, женщины к ней относятся в целом плохо, еще одна, короче, баба, а мужики хорошо. В общем, она явный такой секс-символ, молодая образованная баба приехала в какое-то стадо такое, немытое. Выглядят все, на самом деле, стрёмно, там даже бабы. Ну, понятно, начало 50-х, типа там голод, разруха и все такое. Потом эта Ольга моет пол в коридоре, мимо идут местные и презрительно что-то там выдавливают. Ну, в общем, вот эта ебаная община. Ничего в ней хорошего нет, коллектив нахуй вообще. Все друг с другом постоянно сталкиваются и все постоянно по мелочи конфликтуют. Вот в коллективизме, на самом деле, ничего психологически привлекать-то. Я говорю, идеальная ситуация, это идеальное общество, когда люди вообще друг друга не видят. Сидят где-нибудь вот в помещениях и работают через компьютеры, было бы вообще идеально. Никакого блядского коллектива бы не было. Коллектив только мешает работать, нахуй, вот этими всеми отношениями блядскими. Ну, ладно, значит, мужики что-то там ремонтируют в общаге, до них доебывается белобрысый какой-то, который выглядит как хам там местный, наезжает на немца и так далее. Ну, это типичные все роли в коллективе. Я говорю, в любом коллективе какой-нибудь такой пиздюк, который все время нарушает порядок, он запланирован, он всегда там будет и всегда там будет ходить и залупаться. Примерно 10 человек, когда собираются в одном месте, сразу роли распределяются. Моя вообще роль такая, чтобы от меня все отъебались просто где-нибудь так вот сидеть и их не видеть нахуй. С их примитивными психологическими играми. Ну, ладно, потом танцы в клубе. В клубе бабы сравнительно красивые, в общаге понятно, что они все в лохмотьях там ходят. Внезапно красивый ермольник вот такой вот, который в общаге тоже был ужасный. Находит какой-то бабе часы, которая та чуть не потеряла, клеится к ней на танцах. Баба эта вдова такая тает, видимо, влюбилась сразу в ермольника безногого. Тем временем в общаге немец сделал самогонный аппарат. Белобрысый устраивает какой-то заговор. Ермольник клеит вдову до упора, а лейтенант Володин на танцах подкатывает к Ольге. Он типа сразу на нее глаз положил. И пытается с этой Ольгой танцевать, а Клавдия, она любовница лейтенанта Володина, она ревнует. Лейтенант настойчив, наконец добивается, что Ольга с ним танцует. Она напуганная, это Ольга только что приехала. Потом кого-то обрадывают, лейтенант преследует воров. Он, оказывается, еще и местный мент чусковый. Догоняет, карает, возвращает деньги женщине. Короче, лейтенант мачо у нас там местный из общаги. Тем временем ермольник завел бабу к себе в общагу и ебет ее. Ольга возвращается с танцев. Ермольник пизданул у Ольги коньяк, пьет со своей бабой, парит ей мозг. Все это громко на всю общагу слышно. Параллельно Ольга учит маленького мальчика танцевать вальс. А ермольник под предлогом, что он сейчас будет фотографировать, раздевает эту бабу до сисек. Все выглядит смешно, все это в заводском бараке, все это нелепо. Все это ухаживание безногого еврея за какой-то вдовой, как-то так оформленное какими-то там ахами-охами. То есть, ну, типичная такая романтика, да, но все грязные, все в каком-то говне одеты. И все нелепо там, все это черно-белое, там все перекошенный весь. Снимки все это, в общем, все выглядит как-то глупо. Ну вот, значит, ебутся, причем Ольга это слышит. Рядом же живет, через стенки все слышно. Ну, как обычно в общаге. Ну, потом утро в общаге. Володин с мальчиком. Учат его одеваться по-военному, пока спичка горит, должен одеться. Вот эта сцена. Вот, кстати, Володин наш, так сказать, супергерой. В данном случае он, видимо, пошел на службу и более-менее прилично оделся. Обычно он там в майке ходит, этот Володин. Ну вот, Володин, значит, у нас эталон мужественности. И, кстати, и начальник местный, он же вообще-то участковый. Володин заходит к Белобрысому, у которого полная комната голубей. Немец потом переживает, предал ли он Германию, потому что остался в России с русской женой. Тоже там такая сцена. Немец не знает, он вообще за Германию или за Россию теперь. Ермольник ебет свою бабу утром уже. Видны только его мохнатые ноги, все неэстетично крайне, даже секс неэстетичен абсолютно. А Ольга с Володиным беседуют под звуки секса. То есть, вот они там что-то ебутся и орут, естественно, при этом. И Ольга с Володиным какие-то отношения выясняет. Володин хочет организовать незаконный аборт жене немца. Жена немца не хочет рожать от немца. И немец с этим согласен. Потом Володин, видимо, захотел ебаться от звуков секса и начал долбиться ко Клавдии, к его любовнице. И она его ревнует к Ольге и не пускает. Потом он прорывается к этой Клавдии. Тем временем счастливый мохнатый Ермольник со своей бабой лежат в кровати и стонут под какую-то советскую песню. Короче, секс в общаге. Завод, Ольга в телаге, распоряжается рабочими. Подробно показан производственный процесс. Любимая вещь в совке. Тем временем Ермольник с детьми из общаги делает порнографию из фоток своей любовницы. Он ее голую заснял, вот он ее выебал, заснял ее голову, он же фотограф. Приклеил ей молодую голову вместе с детьми. То есть, вовлекает в это дело детей, короче, местных из общаги. К Ольге клеится начальник ее, товарищ Ветлугин, и предлагает выйти за него замуж. Она отказывает. В общем, на Ольгу там сразу все, короче, западают. Ольга там, видимо, такая, типа, женский секс-герой, а Володин у нас мужской секс-герой. Ну ладно, значит, отказывает она начальнику Ветлугину, а машина, на которой они едут, въезжает в грязь. Ольга возвращается в барак, а товарищ Ветлугин, заехавший в грязь, просит помощи у жителей барака. Они машину выталкивают из грязи, и это все фотографирует Ермольник. Вот, при этом Ветлугин произносит обычные все эти сталинские банальности, типа, людям надо доверять. То есть, Ветлугин строит из себя начальника, а это как в азиатском обществе проявляется, что он все время говорит какие-то банальные вещи, и так всем понятные, но говорит вот их торжественно. Вот это абсолютно, вот в китайских фильмах любой начальник произносит, сука, из речения. Ну и в сталинских тоже это характерно, да, это у них, видимо, такое вот обозначение, так сказать, руководителя на Востоке, такое, и в России тоже. Клавдия далее закатывает Володину сцены ревности по поводу Ольги, и ночью его к себе опять не пускает. Так как Клавдия его не пустила, Володин долбится также к Ольге. Вот это общага, все абсолютно слышно, вот он к одной бабе не пустил, ко второй начал долбиться. Ольга его тоже не пускает, все это на глазах всей общаги, абсолютно. У Ольги, видимо, там вообще роль очень, не пускать никого. Утром Володин на турнике лапает эту Ольгу, и та вроде как начинает ухаживать, ну, отвечает ему на ухаживание и строит глазки. Вот Ольга строит глазки, это картинка. За этим за всем наблюдают ревнивая Клавдия. Колхозники дуют корову. Ольга веселая, видимо, влюбилась в Володина, и предлагает отметить день рождения крестьянки Полины. Немец, значит, делает самогон, приходит поздравлять Полину, и при этом они спаивают Ольгу самогоном. Тем временем пьяный ермольник делает много-много самогона. Потом в каком-то поезде продает самогон рабочим вместе с порнографией. Там какой-то уголовный авторитет с него вымогает прибыль, забирает у него бутылки, все самогоны, и требует половину прибыли от продажи порнографии. Причем проводник не мешает ни продаже порнографии, ни грабежу. Короче, показано, что в Совке, вот в этом пафосном, на самом деле сплошной криминал. Ну, как оно и было. Потом весь вагон перепился и дерется. Все купили самогон у ермольника, все пьяные в дупеле и дерутся. Проводник жалуется, что весь вагон перепоили, как он с ними теперь ехать будет, и ермольник делится с проводником деньгами. Вообще непонятно, почему ермольник полез на такое дело без охраны. Он хоть какого-нибудь мужика бы взял в долю, чтобы его охранять. Потому что ермольник такое опасное дело делает, как продажу самогонки и порнографии. Его там грабят безнаказанно местные уголовники. В общем, могут и эти, кстати, алкаши его тоже грабануть, когда добьются. Он должен был кого-то взять явно, по всем советским вообще понятиям. Поэтому тут довольно странно. Вот точно, если бы я в совке пошел бы на какое-то дело сравнительно криминальное, уж точно надо двух друзей туда брать. Ну ладно. Веселая Ольга поздравляет тем временем Полину с днем рождения. В общаке они тоже все пьют и дарят подарки. Ермольник, хитрый еврей, переоделся проводником, объявил станцию Елань. Пока все разобирались, что там за станция и что это неправда, он уехал на поезде и оторвался от банды. После этого дерутся там пьяные бандиты и пролетарии с ермольником. Он их пихает там, чем может, он еще же инвалид без ноги. Вот. Ну и в общем отпихался он от всех пьяниц, уехал с деньгами. Ермольник удачно провернул всю авантюру. Вообще удивляюсь, как он туда пошел и как это у него все получилось. Ну ладно, кино. На дне рождения Полины все танцуют под песню «На сопках Манжири». То есть параллельно идет вот этот весь гэшефт Ермольника с днем рождения в общаге, где русские, так сказать, изображают свою соборность тем, что перепелись и поют. Полина плачет, рассказывает, что войну детей потеряла. Потом Ермольника находит немец на какой-то реке, где тот спасается от всех и вывозит на телеге к его любовнице. Любовница ухаживает за Ермольником, у нее двое детей. Вот она, сценка. И любовница, она у него врачиха и хочет купить ему протез на барахолке. Володину поступила анонимка от соседей на самогон. А то, что Полина гнала самогон. Он в погонах, сидит в отделе милиции, там он уже себя ведет как местный мент такой. К нему приходит пленный немец отмечаться, то есть немец в плену и отмечается у Володина по службе. А в бытовом отношении они вместе живут в одной общаге с немцем. Пьют с немцем самогонку под портретом Маленкова и поют немецкие песни. Дальше немец и Володин вступают в перестрелку с какими-то бандитами возле родных бараков. Потом Володин рассказывает немцу, что он убил 147 немцев. И особенно вспоминает одного вахмистра, которого он тоже убил. Потом пленный немец сидит задумчиво от такой информации, что его друг Володин убил 147 немцев и поет какую-то грустную немецкую песню. Клавдия внезапно будет весь барак с криками «Алешка в сортире пистолет потерял». Значит, Алешка, насколько я понимаю, Володин утопил в сортире пьяный пистолет свой, что является должностным преступлением. А этот вредный белобрысый, оказывается, он тоже предатель, он был писарем в немецкой комендатуре. И с ним разбирается этот брутальный Володин, который ненавидит его как предателя. Вот как бы немец-то нормально, а он за Германию воевал, с немцем они дрожат, Володин. А этот был предатель белобрысый, поэтому его Володин больше ненавидит, чем немец. Мужики роются в говне в поисках пистолета, который утопил пьяный Володин. Ермольник все это фотографирует и, наконец, предлагает использовать магнит, а руками в говне не рыться. Причем он это не сразу делает, короче. Еврей так решил, так сказать, подождать, пока они идиотизмом позанимаются, и предложил потом нормальное решение. Ну вот, магнитом они, значит, нашли оружие, все радуются и танцуют все в говне под дождем. На них смотрит Ольга. Вот, кстати, сцена абсолютно типичная для фильма, типичный пейзаж. Лужи, деревянные дома, все серое, все грязное. И почему-то все при этом радуются. Тем временем Володина на работе разбирают за ошибки, требуют, чтобы коня забрали у Татарина. У Татарина конь незаконный, там еще Татарин есть. Володин заступается за Татарина, потом его разбирают за связь с немцем, и на фоне всего этого сообщают, что арестован Берия. То есть у нас точно 1953 год тут. Ольгу легнул конь Татарина, потом ловят коня всем бараком, но конь сорвался с привязи и ускакал в лес. Видимо, символ оттепли, что сорвались все-таки и ускакали. Потому что параллельно говорят, что Берию, значит, арестовали, то есть оттепель начинается. Ну вот, конь, значит, сорвался, врач лечит Ольгу, Ольга молчит, на вопросы врача не отвечает, бессмысленное выражение лица, ее легнул конь по голове, насколько я понимаю. Вот Ольга, короче, секс-символ, теперь стала символом идиотизма, и вот такая вот идиотка сидит. Потом Ольга, значит, с повреждением головного мозга лежит и рассказывает, что в блокаду крысы съели ее брата Павлика, а вся ее семья осталась мертвой в Ленинграде. Мужественный Володин обнимает больную Ольгу и покрывает ее своим телом. А любовница Ермольника узнает, что он продавал порнографию с ее сиськами и бьет его валенком по голове. Все ее утешают, Ермольник залез с одной ногой на березу, сидит на березе и оправдывается, на березу он залез, чтобы она его не била валенком. Ну, она его прощает, потом является мент Володин, который требует, чтобы Ермольник расписался тогда со вдовой, удочерил ее двух девочек, иначе он его посадит за порнографию, за вовлечение в это дело несовершеннолетних и все прочие подвиги. Значит, фотограф этот, еврей, вынужден согласиться. Дальше, значит, свадьба этого фотографа, на которой немой татарин Карим руками произносит тост на жестовом языке немых. Все поют песню «Встрова и страна огромная», и вот как раз тогда только называют фамилию этого фотографа. Я чего его всегда Ермольником называл, они его даже никак не называли, и вот на свадьбе как раз оказывается, что это фотограф еврей, точно, по фамилии. Тем временем Белобрысый, бывший предатель, издевается над немцем, угрожает ему ножом. Почему-то этот бывший предатель Белобрыса больше всего немца не любит. Немец-то он же, так сказать, сохранил верность своей родине, а Белобрыса нет. Немец выхватывает нож и убивает этого Белобрысого за то, что он оскорбил под частушки пьяных русских. Немец, наконец, поступил как подлинный европеец, оскорблений не стерпел. Для нас честь очень важна. А пьяные русские поют частушки и танцуют. Потом выходят на улицу, там тоже танцуют и внезапно обнаруживают труп. Вот такая одна из последних сцен. А немец убил, значит, русского и пошел бриться. Значит, он бреется, готовится в тюрьму. Тем временем рожает его жена, которой так и не сделали аборт. А Володин приходит арестовывать немца под крики новорожденного ребенка. Немец выходит, сразу руки протягивает, чтобы связали, то есть все сдается. Володин наливает ему стакан водки, говорит, выпей, у тебя сын родился. Приходит мент и говорит, что сегодня утром товарища расстреляли Лаврентия Павловича Берию. Ну, новорожденный, видимо, символизирует новую Россию, да, которая вот в этих бараках сталинских сразу рождается сиротой. Ну, все, русские поют грустную песню в очередной раз, а еврей-фотограф их снимает. Структура персонажей. Ну, очевидно, бинарность тут Ольга-инженер и Володин-военный. Вроде как они оба интеллигенция, да, в принципе, Володин-то юрист же, да, мент. Но оба опролетарились, от этих рабочих они мало отличаются, живут среди этих рабочих. И такие же, на самом деле, только образование есть. Тоже типичная ситуация для советской общаги. Ну, и как бы вторая пара скорее такая трикстера, да, то есть Ермольник-фотограф и жена его врач. Они тоже интеллигенты, но они более такие, ну, как бы Ермольник с Ольгой вытягивают, Володин с Ольгой вытягивают какую-то такую высокую ноту, да, а Ермольник с его женой-врачихой больше такие пародируют их. То есть вторая пара двойники, на самом деле. То есть две там пары, Володин-Ольга, фотограф-врач. Вторая пара пародирует первую, чтобы, так сказать, был верх и низ. Остальные народная масса, остальные, в общем-то, не персонажи. Но структура какая? По сути, по-моему, главный персонаж Володин, и суть тут раскрытия благородной личности Володина в разных ситуациях. То есть центральный тут при всем том, что показана империя как ужас, да, как неэстетичное какое-то месиво, все-таки центральный персонаж тут мент, как выразитель империи. Но какая-то все равно получилась грустная и глупая империя. Даже добро, которое Володин делает, какое-то нелепое и ненужное. Все как-то так вот олеповато. Ну, по идее, по реализации, натуралистический сталинизм. Много мерзкой, грязной материи, люди в ней спрессованные, толкаются телами. Причем это для них нормально. Вот это вот абсолютно чувапалашная жизнь, с нашей точки зрения, для них нормальная. И они даже там находят место для радости. Как-то она даже есть у них местами просветления. Правда, большей частью пьяная. Ну, и, кстати, это реальное изображение быта того периода. Вот это не зэки, не номенклатура, а обычные средние люди. Вот примерно так и жили, скорее всего. Ну, по крайней мере, я застал быт начала 80-х, очень походит. Скорее всего, в начале 50-х все так и было. В начале 80-х примерно так же плюс телевизор. И точно так же интеллигенция сплошь и рядом живет в общагах. Примерно тот же быт, что у рабочих. В общем-то, образ фотографа, которого Ермольник играет, а фотограф все время там просто снимает. Это декларация натурализма. Это натуралистические принципы, как вы имели Золя. Что мы просто снимаем, не оцениваем. Вот он просто снимает. Ну, итоги грустные вообще. Вот убогий быт инвалидов, какая-то такая инвалидная жизнь у всех. Явно ненормальная. Так что, в общем-то, объективно, фильм совок обличает. Несмотря на то, что пытались из некоего представителя власти, то есть Володины сделать мачо какой-то, но в таких вот условиях, совершенно неэстетичных и нелепых, это у них не получилось.